Добрый вечер! В эфире новости. О событиях дня уходящего расскажу вам я, Алюна Сянця и мои коллеги, журналисты телеканала Ника+. Правоохранительные органы задержали известного общественника Юрия Дмитриева. Он известен как председатель региональной организации «Мемориал», составитель и издатель книг «Памяти жертв политических репрессий». Экспедиции под его руководством в конце 90-х обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бару. Обвинения в адрес Дмитриева связаны с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Юрия Дмитриева привели в зал суда в наручниках. Задержанный председатель «Мемориала» запретил себя снимать во время процесса. Общественника обвиняют в фотосъемке потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, с целью изготовления порнографических материалов. По версии следствия, Дмитриев занимался противоправной деятельностью с весны 2012 по осень 2015 года. В суде Дмитриев сообщил, что не до конца понимает суть предъявленных обвинений. Процесс закрыли для прессы, поскольку материалы следствия затрагивают права несовершеннолетних. За закрытыми дверями суд принял решение об аресте Дмитриева на два месяца, пока идет следствие. Дмитриев оказались на пороге коммунальной катастрофы. Уже две недели им приходится выживать в спартанских условиях. Из-за проблем с отоплением в квартирах лютый холод, а школа временно закрыта. В ледяном гарнизоне побывал наш корреспондент Александр Лычагин. Жители гарнизона «Бесовец» замерзают в собственных домах. В самом начале отопительного сезона в поселении сменилась управляющая компания. В суматохе о подготовке к зиме и о топливе для котельных никто не позаботился. В конце ноября запасы угля подошли к концу. Котельные заработали в режиме экономии, чтобы не разморозить сети и хоть как-то отсрочить коммунальный апокалипсис. Температура в домах резко упала. Весь гарнизон вымерзает, батареи ледяные, дома ходить невозможно. Это кошмар какой-то, бросили нас тут. В квартирах от 5 до 10 градусов тепла. Из-за сырости и холода у многих появилась плесень. По словам гарнизонных жителей, электроплиты и обогреватели работают круглыми сутками. И все равно холодно. «Вот у нас висит градусник, можете посмотреть в каждой комнате. 15 градусов, еле-еле получается». «Я сплю в пижаме и в носках. Два обогревателя включено. У всех, наверное, так». Сегодня юные жители гарнизона не пошли в школу. Учебное заведение временно прекратило работу из-за проблем с отоплением. Детский сад пока работает. Только надолго ли? «С утра я прихожу, у нас 13 градусов в саду. Включаем обогреватель, приходят дети, закрываем двери, 15 к вечеру». Поселковый глава разводит руками. Людей жаль, но ничего не поделаешь. Теплоснабжением занимается Министерство обороны. И местная власть здесь бессильна. В ресурсоснабжающие организацию уверяют, что всему виной перебои с поставками. «Сегодня ночью ситуация в Петрозаводске. Значит, прибыло шесть вагонов с углем, которые в срочном порядке разгружаются. Будут направлены на котельные военного городка Бесовец. То есть теплоноситель мы поднимем уже где-то после 14.00, да». Как сообщают из Бесовца, на данный момент в квартирах теплее не стало. Более того, из трубы местной котельной перестал идти дым. Жены и дети карельских летчиков по-прежнему замерзают в ледяном гарнизоне. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. Материнский капитал больше не будет влиять на социальные выплаты для многодетных семей. Карельские парламентарии приняли соответствующие поправки в закон о социальной поддержке граждан, имеющих детей. Ускорить процесс решения этого вопроса помогло вмешательство главы республики. Весной этого года некоторым малоимущим многодетным семьям пришли письма из службы соцзащиты с просьбой вернуть выплаченные на детей пособия за предыдущие несколько лет. Оказалось, что получение материнского капитала им засчитали за доход. Из-за этого многодетных малоимущих матерей стали лишать не только денежных пособий, но и молока, горячего питания в школах и вещевой помощи. Нам позвонили в социальной службе и сказали, что так как материнский капитал является доходом, а вы на этот момент получили уже пособие, тогда получается вы нам должны 70 тысяч. И эти 70 тысяч либо вы нам платите сами, или мы можем с вас высчитывать. Но мы согласились на это. Глава Карелии Александр Худеланин лично вмешался в ситуацию и порекомендовал депутатам разработать и принять соответствующую поправку в республиканский закон о социальной поддержке граждан, имеющих детей, что и было сегодня сделано. Теперь региональный материнский капитал не будет учитываться в совокупном доходе семьи. То же относится и к федеральной выплате. Мы всегда ругаем нашу исполнительную власть. Я бы хотел несколько слов сказать, что такого оперативного вмешательства в решении социальных законов я не видел никогда. Накануне министр социальной защиты Ольга Соколова встретилась с многодетными мамами, выслушала их проблемы и пообещала лично разобраться с каждой из них. А сотрудники социальных служб в ближайшее время будут озабочены тем, как вернуть деньги семьям, которые в добровольном порядке начали возвращать выплаченные когда-то пособия. В Карелии нулевая материнская смертность. Выросла выживаемость младенцев и продолжительность жизни людей за последние 12 лет. Об этих и других достижениях на пресс-конференции в московском информагентстве ТАСС говорил глава Карелии Александр Худиланин. Общение с журналистами было посвящено результатам работы Госкомиссии по подготовке к празднованию столетий республики. Госкомиссия по подготовке к столетию Карелии была создана три года назад. Позитивные сдвиги в работе Госкомиссии есть, заявили на пресс-конференции. Сегодня отток населения из Карелии кратно сократился. То есть мы своими действиями совместно с Госкомиссией, раскручиванием потенциала республики Карелии показали, что ситуация меняется. Сегодня можно сказать, что за 9 месяцев 105,6 мы имеем по промпроизводству. И эта динамика выше, чем общероссийские показатели. Журналистам рассказали, что в Карелии начали работать предприятия, которые многие годы простаивали. Например, Онежский судостроительный завод. За два года пять судов спущено на воду. Новыми заказами стараются загружать и действующие предприятия, например, Петрозаводскмаш. Журналистам также поведали, что увеличился турпоток и создается необходимая инфраструктура для туристов. Есть и не одна, и не две такие точки, где не стыдно принимать президентов. Вот показывают все время в ЛАМ. Там вот вокруг Ладожского озера появилось сегодня, наверное, 5-6 очень интересных, привлекательных, раскрученных туристических баз с очень хорошей доступностью, с очень хорошей перспективой. С каждым годом туда больше и больше туристов. В сентябре месяце на эти базы уже были распроданы все билеты на новогодние каникулы. Важное направление – это развитие аквакультуры. Карелия край, 60 тысяч рек и озер. В республике выращивают, добывают и перерабатывают рыбу. Цепь по производству замкнулась бы, если бы у Карелии был свой молодняк. В республике действуют два завода, но полностью потребность в мальках они не удовлетворяют. Приходится икру и корма покупать за границей. Принято принципиальное решение Росрыболовством о том, что с 2017 года начинает проектироваться и строится селекционно-племенной центр, кто будет заниматься как раз генетикой той икры, для того, чтобы уйти из зависимости от зарубежных поставок. Корма для рыбы сейчас поставляют из Финляндии, Дании, Франции и Италии. Уже нашелся инвестор, который в начале нового года начнет строить производство кормов в Карелии. Бюджет недосчитался налогов от четверти жителей Карелии. В этом году за землю граждане заплатили 99 миллионов рублей, за личный транспорт 572 миллиона, а наличие имущества физическим лицам обошлось в 118 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил руководитель налоговой службы Вячеслав Масалкин. Он также рассказал о новшествах в налоговом законодательстве. Так, например, через год налоги за недвижимость нам придется платить по-новому. Уже в 2018 году, за 2017 год, налоговой базой станет кадастровая стоимость недвижимости. Соответственно, налог будет исчисляться из другой базы. В облагаемый оборот будут вовлечены значительное количество новых объектов, которые не имеют интервьюционной стоимости, которые имеют только лишь стоимость кадастровую, что также пополнит местные бюджеты. В этом году у нас последний год, когда мы не штрафуем за то, что налогоплательщик не сообщил о наличии у него объекта налогообложения. Начиная со следующего года, если такой объект будет выявлен, и налогоплательщик о нем не заявлял, налоговедомления не получал, к физическому лицу будут применяться санкции. Имущественные налоги в этом году следовало уплатить в срок до 1 декабря. Каждый четвертый житель Карелии этого не сделал. По отношению к должникам будут приняты меры принудительного взыскания, сообщили в налоговой. В ближайшие два дня рабочие снесут пролет Гоголевского моста, примыкающий к улице Гоголя. Неразобранным останется лишь фрагмент путепровода над железной дорогой. До конца января все работы по демонтажу должны завершиться. Сегодня на месте сноса старого Гоголевского моста представители правительства провели оперативное совещание. Объект реконструкции сегодня открыли для делегации правительства и прессы. На площадке продолжается снос конструкций старого моста. Изначально же предполагалось, что в августе пройдут все процедуры. Сейчас, конечно, приходится нагонять. Но, тем не менее, судя по производству работ, по графику, мы планируем, что все-таки в конце 2017 года, как и планируется, мост будет введен в строй. В ближайшее время рабочие расчистят площадку и приступят к монтажу сваи нового моста. Параллельно начавшимся работам власти решают вопрос с жильцами соседних домов, подлежащих расселению. Из 25 муниципальных квартир городу осталось приобрести 11. Переезжать в предложенное жилье не хотят собственники шести квартир. Их претензии разбирает суд. В правительстве сообщают, что все работы по строительству моста идут по плану. 30 секунд славы в телеэфире на радость себе, родным и друзьям. Телеканал Ника Плюс приглашает петрозаводчан записать новогодние поздравления, которые в эфире нашего телеканала увидит вся республика. Стихи, песни и танцы приветствуются. Но не забывайте, что у вас будет всего полминуты. Наша съемочная группа ждет вас завтра с 13 до 14 часов на первом этаже торгового центра «Макси». Это были все новости к этому часу. После выпуска вас ждет программа «Домашний доктор». А я, Алюна Сентя, с вами прощаюсь и желаю приятного вечера. До встречи.